В 2012 году на международном турнире юных физиков была предложена такая задача исследовать движение игрушечного дятла, который спускается по вертикальному стержню. Ну и казалось бы, что здесь может быть интересного? Игрушка есть игрушка. И тем не менее, за движением дятла стоит достаточно глубокая физика. Давайте посмотрим на устройство этой игрушки более внимательно. Дятел состоит из двух частей. Корпуса с клювом, которым он одаряет по вертикальному стержню, и втулки, которая по этому стержню соскальзывает. Корпус и втулка соединены между собой пружиной. Сейчас дятел неподвижен. Он удерживается силой трения, потому что втулка слегка перекошена. Если легонько качнуть корпус, то дятел остается неподвижным. Он совершает колебания с какой-то своей собственной частотой. Но если отклонить его сильнее, то дятел начинает двигаться. Давайте посмотрим на это более внимательно в замедленной съемке. В замедленной съемке хорошо видно, что движение дятла состоит из двух фаз. На одной фазе дятел заметно отклоняется от стержня, и втулка при этом неподвижна. На другой фазе дятел приближается к стержню, а втулка скользит по нему. Давайте изобразим это движение на схеме. Когда дятел отклонен, втулка перекошена. Она прижимается к стержню парой сил, и каждая из этих сил создает направленную вверх силу трения, удерживающую втулку. Когда дятел приближается к стержню, силы трения уменьшаются, втулка соскальзывает на один шаг, дятел опять отклоняется и запирает ее снова. И дальше процесс повторяется шаг за шагом. Дальше мы можем задавать себе разные вопросы, в зависимости от того, что именно интересует нас движение дятла. Если мы сосредоточим свое внимание на поступательном движении дятла, то тогда мы заметим, что его средняя скорость не меняется, а значит его средняя кинетическая энергия остается постоянной. И потенциальная энергия дятла перекачивается в тепло, расходуясь на работу против силы трения и на диссипацию в пружине. А теперь обратим внимание на колебательное движение дятла. Когда втулка неподвижна, собственные колебания дятла быстро затухают. Но если мы приведем его в движение, то колебания происходят с постоянной амплитудой. Это значит, что энергия этих колебаний остается постоянной и она подкачивается за счет потенциальной энергии дятла, которая сначала закачивается в энергию колебаний, а уже потом расходуется на диссипацию в пружине. Когда команда школы Пифагора занималась этой задачей в 2012 году, конечно, сначала было построено качественное объяснение, которое я вам уже рассказал. Но потом появилось желание промоделировать движение дятла в программе «Живая физика». И это движение оказалось гораздо более хитрым. Нижний график показывает скорость движения втулки. И мы видим, что втулка притормаживается и в тот момент, когда дятел наносит удар клювом по стержню. И вообще видно, что эти графики устроены достаточно сложно. Но затем оказалось, что более удобно описывать движение дятла с помощью фазовой диаграммы. Здесь по горизонтальной оси отложен угол отклонения дятла, а по вертикальной оси его угловая скорость. И вот дятел пришел в движение, ударился клювом о стержень и теперь отклоняется в противоположную сторону. Вот он снова приближается к стержню, происходит еще один удар, дятел отклоняется назад, и мы видим, что на этот раз он отклонился больше, чем при первом ударе. Что же произойдет теперь? Давайте на это посмотрим. А дятел вернулся на первоначальную траекторию. Хочется ожидать, что теперь фазовая траектория дятла пойдет по второму пути. И мы видим, что она на самом деле это делает. Получается, что период колебаний дятла как бы удвоился. Это явление так и называется удвоением периода или его бифуркацией. Но оказывается, что это один из самых простых режимов движения дятла. Периоды его колебаний могут раздваиваться и дальше, образуя целый каскад бифуркаций. И в конце концов срываясь в хаотическое движение. На компьютерной модели были обнаружены и другие интересные типы нелинейных колебаний, которые навряд ли можно обнаружить в натурном эксперименте. А сейчас я хочу задать вам вопрос, касающийся движения не компьютерного, а вот этого деревянного игрушечного дятла. Мы уже выяснили, что колебания дятла поддерживаются за счет уменьшения его потенциальной энергии. Но давайте сделаем опыт несколько по-другому. Я запущу дятла и буду поднимать стержень так, чтобы дятел оставался все время на одной и той же высоте. Ясно, что при этом его потенциальная энергия не будет изменяться. Так за счет чего же теперь поддерживаются колебания дятла? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова